здравствуйте зрители и подписчики канала с вами я дизайнер и декоратор Ольга Донская и мы продолжаем работать над нашим светильником и пусть пока он не закончен я конечно уже попробовала его включить и знаете что мне понравилось по моему смотрится здорово и я думаю что вас тоже это будет стимулировать завершить работу над таким классным проектом и так продолжаем я добавляю еще один вид перышек это длинные коралловые перья шаблончик у нас находится в группе ссылочка под описанием в этом видео вместе со всеми остальными перьями это у нас перышко номер 7 делаем с ним все то же самое что и с остальными то есть нагреваем и растягиваем на любом округлом предмете я использую блюдца диаметром 17 сантиметров можете там чуть больше чуть меньше использовать какие-то любые круглые предметы это не принципиально важно чтобы у нас получалось жилочка продольная и перо имело округлую форму зачем нам нужны такие яркие насыщенные перья если вы посмотрите на фотографию настоящих птиц фламинго то увидите что перья у них окрашены неравномерно обязательно есть участки более насыщенных более ярких перьев и как правило это крылья нижняя их часть до маховые перья и какие-то перья бывают верхней части туловища бывает шея более ярко окрашенная то есть в природе эта птичка окрашена неравномерно то же самое мы с вами сделаем с имитируем такую неравномерную окраску плюс эти перья будут самыми длинными перьями крыльев и они как раз подчеркнут крылья фламинго и тогда форма тела будет очень похожа на реалистичную птичку я точно также надрезаю как и все предыдущие перышки чтобы сделать их легкими и ажурными когда комплект перьев готов я попробую приложить их к фигурке фламинго почему мы наклеили их не сразу дело в том что сразу не очень понятно куда именно их лучше наклеить как расположить потому что они должны быть группой то есть как бы эти яркие перья у нас образуют кончик крыла и вот я сейчас попытаюсь вложить между уже готовым оперением вклеить так чтобы они действительно были группой чтобы они перемежались с остальными более светлыми перьями и образовывали такое как бы утончение крыла возможно сейчас здесь и этого не очень видно потому что у меня фигурка лежит на столе но в конце видео я обязательно сделаю общий план и там будет видно что нижняя часть крыльев она чуть более длинная и выступает ниже самого тела фламинго само оперение вот этого эффекта мы сейчас с вами и добиваемся я вклеиваю по 5 перышек с одной и с другой стороны ну и соответственно раскладываю их группой так чтобы они у нас были как бы в перемешку с обычными перьями для тех кто у нас на канале впервые я скажу буквально пару слов о нем чем мы здесь занимаемся здесь мы проводим мастер-классы по созданию уникального рукотворного декора если вам нравится создавать красоту если вам нравится оформлять свой интерьер или праздники или делать какие-то необыкновенные подарки для своих близких то присоединяйтесь к нашей компании добро пожаловать нажимайте на кнопочку подписаться нажимайте на колокольчик и тогда все следующие мастер-классы вы уже не пропустите а между тем я уже вклеиваю перышки с другой стороны фламинго первую сторону я закончила и перешла на вторую сторону все делаем точно так же намазываем перья располагаем их группой и вклеиваем между уже вклеенными более светлыми перьями стараемся сделать так чтобы у нас задняя часть крыла получилось как бы немножко свисающей относительно всего тела вот таким образом чтобы это выглядело вклеиваем тоже 5 перышек вот такая красота у нас получается в результате фактура фламинго очень похожа на настоящую форма похожа на настоящую и мы перейдем сейчас к следующей нашей части работы нам нужно закрыть нижнюю часть светильника там где у нас у фламинго находятся ноги как мы это сделаем сперва мы заклеим изолоном всю конструкцию так чтобы у нас скрылись все переходы на пластике чтобы получилось просто такое вот изолоновое ну так скажем утолщение для этого я буду использовать обрезки изолона естественно я буду брать светлые цвета потому что если мы возьмем тут хаки или какой-нибудь синий то будет все это очень заметно я буду использовать здесь у меня тут типа шампания розового клочки остались вот эти кусочки я буду использовать чтобы немножечко так утолщить утолстить все переходы и сделать их незаметными ну и заодно а клею везде где можно пластик тоже слоем изолона чтобы перышки подклеить уже к слою изолона чтобы они у меня красиво облегали ноги фламинго почему я не использую здесь тонированный изолон потому что я считаю что перерасход материалов здесь достаточно использовать просто любой светлый материал чтобы создать нужный объем вот ну темный конечно нежелательно я такую детальку вырезаю она у меня в виде трапеции хорошенько смазываю клеем и заклеиваю все технические перепады но тут еще такой момент что у меня эта воронка стоит не очень ровно с одной стороны у меня нога ближе к краю с другой стороны дальше от края это все мы тоже постараемся максимально потом компенсировать следующими слоями вот а пока я возьму перышки самые маленькие и просто заклеиваю ими весь переход между трубой и изолоном немножечко делаю с нахлёстом тоже необязательным главное чтобы не было видно нижнего слоя и то же самое повторяю с обратной стороны чтобы у меня весь этот переход между трубами был оклеен перышками второй ряд я буду клеить из перышек номер два те же самые которыми мы заклеивали брюшка птички я тоже оставила здесь светлые но у меня тут они даже в перемешку и светлые темные и наклеиваю за верхнюю часть и немножечко потом подклею в серединке чтобы они у меня все так скажем не отворачивались чтобы не было видно некрасивой подложки я их клею довольно плотно одно к одному и соответственно у меня получается что-то типа цветочка если так можно выразиться но обязательно подхвачу еще хвостики таким способом я оклеиваю полностью весь ряд этих перьев для следующего ряда я подложу несколько полосочек чтобы выровнять положение вот этой воронки до относительно самого основания светильника то есть у меня там есть явный перепад и и вот там где у меня немножко смещена до воронка ну получается да относительно края там я наклею просто несколько слоев изолона а соответственно где она нога вот эта вторая у меня находится ближе к краю я там не буду клеить и наконец пройдусь слоем изолона розового по самому краю основания светильника чтобы у меня не было нигде видно пластмассы вот у меня будет розовенький красивый краешек которому я уже наклею все оперение что если где-то розовый вылезет ну что называется до бухта с ним да вот если где-то будет торчать белый пластик это будет очень очень сильно дешевить и портить наше изделие и следующий ряд перышек используем перышки номер два мы начинаем уже на розовый изолон клеить то есть немножечко поднялись сантиметра на два с половиной да и клеим со смещением можно даже в шахматном порядке так будет еще красивее вот так вот у меня это выглядит так чтобы у меня просто было ровное плотное оперение когда мы потом совместим это все с туловищем птички вы увидите что переход настолько будет плавный что вообще незаметно будет этой детали и еще наклеиваем ряд перьев клеем их сейчас только в верхней части чтобы низ у нас был уже свободно для объема вот и клеим тоже в шахматном порядке то есть чтобы между двумя перышками посерединке просматривалась третья нижнего слоя и тоже получается такой вот больше всего похоже на цветок какой-то экзотический да такой элемент получается и у нас объем будет очень плавно сходить на нет к самим ногам фламинго ноги мы с вами декорировать не будем они у нас и так очень симпатичные белые и в принципе выглядят достаточно реалистично вот я полностью прошла ряд и наконец завершаю вверх маленькими перышками перышки номер один здесь все очень просто тоже клеим в шахматном порядке то есть между предыдущим рядом перьев и еще один следующий ряд наклеиваем между тоже уже последующим рядом так не будет видно зазоров и они будут смотреться очень объемно и реалистично так и так вот так и Субтитры сделал DimaTorzok Я практически доклеила и вот так вот выглядит основание нашего светильника Теперь переходим к шее Опять-таки используем маленькие перья Но если на ноги мы брали светлые, выбирали То сейчас сюда я беру наиболее яркие И поскольку у нас каждая перышко тонировано с двух сторон Я выбираю более яркую сторону Более насыщенную сторону Вот как я их наклеиваю Я их наклеиваю вплотную друг с другу И даже с небольшим нахлестом Потому что шея у фламинго Она выполнена в виде такой расширяющейся воронки И нам нужно компенсировать перепад размера Поэтому мы немножко перышки накладываем друг на дружку А кончики наоборот разворачиваем веером И тем самым мы компенсируем вот это изменение размеров Второй ряд делаем в шахматном порядке точно так же Вот здесь вот тоже обратите внимание Я буду делать переход от более светлых перьев К более насыщенным, более темным в сторону головы Вот, ну насколько уж у меня это получится Это, конечно, вопрос интересный И еще один момент, очень тоже важный На шее у нас количество перьев в каждом ряду Оно будет меняться, потому что у нас шея Она идет с изменяющимся диаметром Сперва она широкая, потом она утончается И потом на голове она опять расширяется Соответственно, в незаметных местах Вам понадобится добавлять перья или убавлять перья Добавлять ряды или убавлять ряды Делайте это, ну старайтесь сделать так Чтобы не было видно, чтобы не сбивать Вот этот основной шахматный рисунок Тогда это будет смотреться красиво Кстати, в комментариях меня спрашивали Почему я клею именно пистолетом Дело в том, что во время съемки Для съемки мне проще всего И удобнее всего клеить именно пистолетом Это быстро, воздух не нагревается от него Соответственно, он медленно сохнет Клей остывает Если что-то мне вдруг не удастся Сразу попасть на место То я успею сместить этот элемент И так далее Я делаю фламинго первый раз вместе с вами Поэтому у меня пока нет готовых рецептов Таких вот отлаженных Да, я тоже экспериментирую И вот вы видите то, что получается у меня В процессе этого эксперимента Если вам удобнее клеить чем-то другим Например, вы клеите феном, горелкой или клеем Пожалуйста, любой вариант Чтобы вам это было удобно Чтобы вам это было сподручно Ну и еще несколько девушек в комментариях написали Что хотели бы по такому принципу Сделать садовые фигурки Почему бы нет Все, что вам нужно для садовой фигурки Это сделать более массивное основание Возможно даже такое сделать основание бетонное Чтобы его можно было прикопать в землю, например И провод вывести не вниз основание, а в верхнюю часть Если вы хотите, чтобы обязательно фигурка подсвечивалась Если мы делаем светильник для дома То можно использовать не обязательно бетонное основание Или там какое-то гипсовое Вы можете использовать металлическое основание для ростовых цветов Деревянное и так далее То есть тут, что называется, на любой вкус и цвет Лишь бы это действительно выдерживало вес фигурки Фигурка получается достаточно легкой А тем временем я наклеиваю перышки на шею Это очень кропотливая работа Которая требуется сосредоточенности И, конечно же, времени Может быть даже не столько в процессе наклейки Сколько в процессе вырезания Перышек потребуется несколько сотен Но зато результат выглядит по-настоящему впечатляюще Смотрится в собранном виде очень и очень симпатично К сожалению, в этом видео я до конца не доделаю Целиком шею с головой А остановлюсь вот на таком результате А голову и сам декор подставки Мы с вами будем делать уже в следующем нашем мастер-классе Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк И я, конечно, покажу сейчас, как смотрится фигурка фламинго Целиком Вот что у меня получилось Вот так это выглядит Обратите внимание, перья свисающие И переход у нас между животом и ногами Птицы очень реалистичный Там, в общем-то, нет как будто лишних деталей Все смотрится как одно целое Цветные перышки И красивый переход от светлых к более темным перьям на шее На этом мы сегодня заканчиваем Всего доброго, до свидания